Канал «Полезные советы» представляет рубрику «Полезные советы от известных людей». Встречайте нашего гостя. Виктор Андриенко, бывший каскадер и кулинар-кондитер, а сейчас медийный актер, телеведущий, сценарист, режиссер, продюсер. Перечислять все работы в театре, кино и на телевидении с участием Виктора Андриенко займет много времени. С этими сведениями вы можете ознакомиться на его сайте, в интернете. А вот с его мыслями и советами вы сможете ознакомиться прямо сейчас, в первый день 2021 года. У меня как-то мальчик один спросил, я во Львове читал лекции, и он спросил, а была ли у вас черная полоса? Я говорю, так она не кончается. Потому что любая черная полоса, я говорю, смотри, у меня там была проблема в театре. В театре, то, что я делаю, им не понравилось. То есть я ушел в филармонию, 6 лет работал в Одесской филармонии. Потом он вернулся в театр, стал работать в мюзиклах. Если бы я не ушел тогда, в мюзиклах бы не работать. Не познакомился бы с людьми, которые потом повстречал уже в Москве, где-то еще там, потом расширился. Угазор такой у меня. То есть каждая неприятность там была. Ну, например, здесь, если говорить о последних каких-то таких десятилетиях, я успел сделать короткометражку, считаю, хорошую. Она пролежала 5 лет на платформе, видеоплатформе американской. Притом в фарваритах. Она была третья, третья. Я был удивлен, что третья в течение 5 лет. Это, наверное, не так-то просто. И потом несколько сериалов попытался сделать. Потом махнул на все рукой и пригласил меня Саши Цикало. Поехал работать на большую разницу. 6 лет проработал на большой разнице и счастлив. После этого появилась возможность снять полный метр кино. Благодаря Володе Филиппову и Держкину. И, как бы сказать, опять же говорю, черная полоса, она заставляет Держка купила. Когда ты опускаешь руки, ничего не делаешь. Что, наверное, что белое, что черное, хоть зеленое, хоть аранжевое, она тебе все равно не поможет. Тебе надо в любом случае самому что-то делать. Ну, а если говорить о вообще последних. Например, в 15-м году мне не дали финансирование на вот эту сказку. Это хорошо. Я ее усовершенствовал. В 17-м году я ушел, например, создавать как режиссер анимационных сцен Никиту Кожемяку. Вот, там познакомился с Леной Шульбурей, моим сегодняшним постоянным соавтором. И мы вместе создали там один сценарий потрясающего мультфильма, который люди отказали. То есть они нам заказали, и они отказали. Вот, и после этого я говорю, вот у меня есть вот этот сценарий, давай вместе поработаем. Может я зациклен, может там замурен глаз. И вместе начали еще больше крутить эту всю историю. И благодаря ей мы еще нашли какие-то варианты в самых взаимоотношениях героев, в сценах, новые сцены нашли. То есть это тоже дало какой-то плюс. Если бы у меня не было того, я бы, наверное, не встретил Елену, мы бы, наверное, не сделали книжку. А уже когда мы сделали вот эту книжку по мультипликационному сценарию, мы создали, доказали шаленые пригоды и попуги Флинта. И у нас появилась уже лагенда Чирюна Лисия сценарий. То мы уже третий сценарий. Мы уже сделали, уже говорю, у меня старая история есть. Говорю, давай ее поднимем, расскажем. Чир-принц цирка такой появился, это старый львов. То есть с мальчиком и цирком все это происходит, 1900 год, это все такое. Но не это главное. Главное то, что еще раз говорю, что любая проблема, она создает поиск выхода из этой проблемы. И то, что в 15-м году мне не дали финансирование, потом в 17-м году не дали, в 18-м не дали, и в 12-м наконец дали. Но это дало положительные вещи. То есть первое, я нашел хороших партнеров, я нашел хорошую команду, я более, так сказать, выкристаллизовал такой уже, знаете, бархоткой уже. Если там ты рубанком свой сценарий начинаешь ваять, то тут уже бархотки прошли, уже все заусеницы, все поубирали. И он получился очень интересный, что даже заинтересовались зарубежные инвесторы. Не инвесторы, а тут же партнеры. Но кто это, я сейчас говорю, я не знаю, когда оно будет, контракт, вы сами все увидите, вы слышите. Вот, и если бы этого не было, не было бы тогда берлинария. Не было бы берлинарии, не было бы этих партнеров зарубежных. Ну и когда ты уже набрал все, у тебя уже партнеров набрал все, финансирование дали. Если у тебя партнеры, которые согласны финансировать это кино и войти в эту детскую сказку, киносказку, то бахнул в карантин. И когда ты сидишь на карантине, знаете, сумасшествие это говорит, пока давайте книжку сделаем. Я говорю, Лен, давай все равно сидим где сделают, давай сделаем книгу. Мы не можем, например, как-то подготовительный период сделали, но мы не можем запуститься, потому что 1 июня у нас была бы первая семья. Мы не успели подготовиться, потому что нас выбило два месяца, мы не могли ни с актерами, ни с гримом, ни с кем, ни костюмы не успели даже пошить. Все остальные, которые нам, но мы получили, половину пошили, половина карантин. То есть мы тогда решили делать книгу. Сделали книгу, а книга пишется совершенно по другим законам, чем сценарий. Сценарий пишется отстраненно там, и ты можешь три раза говорить имя персонажа, например, Бродник увидел там Мальфара, повернулся, увидел Мальфара, ударил там кулаком, крикнул, тра-та-та, Бродник тра-та-та, Мальфар тра-та-та. То здесь уже нужно, чтобы Бродник повернулся червяным оком, зачарованным червяным оком, подивился на Мальфара и зрелил его. Это самый рэп, как двадцать, тваринку отрывал, и так далее. То есть ты уже начинаешь описывать персонажа. Понимаете, вы описываете уже внутренние персонажи, ПТВ, Винвичу, кто-то, 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 кто-то. То есть я не знаю, есть вещи, которые вот, например, очень много произведений, которые я не знаю, как их снять, потому что в тексте настолько описано переживание, внутреннее переживание героя, что я не знаю, как это можно снять. А здесь получается, что уже у тебя была как бы готовая история, и ты уже сюда добавил взаимоотношения. То есть если сейчас ты, можно работать на съемочной площадке, то уже ты можешь давать книгу, текст, и говорит, вот смотри, о чем думает твой персонаж. Это даже помогло. И когда мы это сделали, так как мы, понимаете, не было цели зарабатывать на этой книге, мы решили эту книгу просто сделать для детей. И как вам сказать, ну, просто чтобы можно было сказать, что это как рекламный ход. То есть книга, сначала книга, потом идет фильм, книга раскачивает фильм, фильм раскачивает книгу, и поехали, поехали. А потом уже можно тихонько переходить уже в сериал. Потому что у нас есть задумка, когда мы сделаем большое кино, уже нам наш партнер зарубежный сказал, ребята, сразу готовьтесь к сериалу. Как только мы начинаем уже снимать, уже, Виктор, давайте, занимайтесь сериалом, уже продумывайте сцены. Я говорю, вы будете смеяться? Я говорю, мы это продумали еще два года назад. То есть они у нас уже лежат, эти все штуки. Я хотел их выпускать, как бы вот легенды чередные. Мы же не пишем легенда, мы пишем легенды. Легенды чередной листья. Вот вышла эта история. Легенды чередной листья, это такие маленькие главы, маленькие истории. Скорее всего, опять мы пойдем по этому пути. Мы создадим книгу маленьких историй, таких флешек, как я говорю. И которые потом эти истории автоматом могут войти в сценарий. Сценарий сериала. Который тоже будет называться легенды чередной листья. Это альманах такой, понимаете? Вот. То есть, опять же говорю, отрицательное сделало и положительное. Он всегда говорил, один из моих учителей, он говорил, если тебе на сцене, ты чувствуешь, что тебе неудобно, создай неудобное положение на сцене, чтобы было тебе удобно. Точно так же и в кино. Потому что в кино еще сложнее, чем на сцене. Потому что в кино тебе могут ящик поставить, чтобы был ты выше, там кто-то камеру туда. И тебе в такой неудобной позе нужно что-то еще и играть. Потому что главное, чтобы по кадру была картинка нормальная. Вот. И иногда бывает в кино очень сложные ситуации. Я знаю, например, актер, который был ниже главной героини, а он главный герой, и у них любовная сцена, они должны идти и разговаривать. А он был ниже на 20 сантиметров роста. И просто она говорила, что я поражена, как он ходит по этим доскам, туда-сюда, туда-сюда. Просто он ходил четко и с ней общался, несмотря по дну. То есть, понимаете, эти, еще раз говорю, делайте отрицательное положительное. Так будет проще. Опять возвращаемся к тому совету, который я говорю. Если даже, вот, например, я тоже, если я возьму кулинарию, как я стал кулинаром, так же и стоит. Я закончил кулинарный, надо было там 3 месяца проработать, практику провести в кондитерской. И я пришел, мне повезло только чем, чтобы был один мастер, мы два подмастеря. Это я, если бы этого не было, наверное, я бы, наверное, не получил те знания, которые надо. А мастеру, как бы сказать, он нам все дал, ему надо было, чтобы мы начали что-то делать, и его не трогали, потому что ему налево надо было сорты делать. Это тоже ситуация. Поэтому он нам говорил, надо так, а я говорил, а так. Говорит, ты же заканчивал? Да, ну, я, как бы, практики нету, а теория у меня есть, практика. Хорошо, давай так и так. И вот он мне, как он сделал меня, не кондитер, а кулинарный. То, что понятно, кондитерское, он давал учение, как нужно кремы делать, как нужно сделать заварные, сейчас они эклеры называются, как мы из поломанных, заварных, из ненужных тортов создавали вот эту картошку. Картошка была, это уже было, значит, с плюсом. Это было то, что ты уже не вкладываешь. Существует, как бы, на исходный материал, который, часть его, ты понимаешь, его похоронить нужно финансово. А мы из этого похороненного материала еще делали картошку. То есть мы могли еще зарабатывать. Так вот, чему вы, картошку, вы знаете, как она делается. Берет все, 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 что у вас поломалось, туда какао забрасываете, все это перемолваете, делаете такую, кремом сделали, чтобы картошка проросла, как и говорят, точечками кремовыми, и у тебя картошечка уже готова. Стоила она, не помню, 10 копеек, кажется, продавали по 10 копеек. Ну, не варь, смысл не варь. И вот он мне говорит, вот Витя пришел, говорит, пусть Витя завтрак делает. Сегодня Витя будет делать завтрак. А я говорю, а я никогда не делал. Он говорит, ты же помнишь, как мама твоя делала? Давай, у тебя, значит, там компонент. Лук, вода, масло, картошка. Все, это вот те компоненты. Ну, и я попытался что-то сделать. На следующий день он говорит, ну, у тебя получилось, давай, Саша, чего мы будем менять? Пусть, пока мы с Сашей будем это делать, готовить пирожные, потому что пирожные должны были пролежать сутки в холодильнике, а после этого их можно наполнять кремом. Вот, мы пока их будем делать, ты давай иди продолжай завтрак. Я подумал, как-то скучно, 4 компонента, я стал добавлять туда, яйца добавлять, разбивать, я стал выжарки делать, я старался что-то добавить туда, потому что мне было скучно и пресно, эта вся история. И вот так я научился кулинарии. И потом уже большие обеды делал, со всеми делами там, так как у нас есть было их не в чем, мы все время в таких огромных кремовых мисках с огромными ложками ели эти борщи, которые я творил и вытворял. То есть вот такая история, вот так я научился кулинарировать. То есть опять же говорю, минусы родил, опять же говорю, поймите, я понял в кулинарии одну вещь, что огромное количество этих рецептов, миллиарды, миллиарды книг, интернетов и так далее. Все зависит от мастера. Все зависит от человека, который это будет делать. То есть даже если он сделает четко по технологии, которые есть, все равно у каждого она по-разному, это блюдо получается. А если еще мастер добавляет какие-то интересные нотки, которые ты даже не продумал, что, например, нужно прожарить, забрать, потом бросить, потом все это перемешать. Ну, например, если вы делаете плов, плов можете делать два варианта. Можете делать вариант, сделайте выжарку с маслом, там все, морковку, локс, это поджарили, поджарили, вытащили, и потом плов сделали. Это один вариант. Или бросили туда все, сверху плов, и все это, все это запримешали. Бывает и такой вариант. Ну, если плов два варианта рассказал, или каждый по-своему делает эту историю. А уже потом третий вариант, когда ты туда уже вставляешь горячий плов целые головки чеснока, а вот это уже там третий вариант. То есть я говорю, вот это простое блюдо элементарное, которое делается элементарно, но в нем, оказывается, есть один секрет. Надо все, вот рис вы сбросили, надо все поджарить. Вместе с вот этим мясом, с этим выжаркой, сжарь. Вот где вот восточные узбеки, например, казахи, они вот все это прожаривают. И рис тогда наполняется, и становится сухенький. Ну, где только наливаешь воды, чтобы он чуть сверху, там осталось чуть-чуть, там миллиметра расстояния, и все, и не трогаешь, он сам себя свалит, грубо говоря. И вот эта элементарная вещь вдруг показала, что он рассыпчатый. Я не знал, как у них рассыпчатый получается. Вот. Меньше воды, как говорится, больше зажаривают. Но это так я научился тоже. У меня же не такое просто. Опять же, меня восточные ребят, с которыми я учился в институте, научили плов делать. Ну, так. Ну, и что бы ты хотел пожелать Новым Году? Ой, я желаю... Ну, так это 20-й, вот тот плохой, как вроде бы все говорят, хотя он неплохой закончился, да? Ну, еще раз говорю, да. Нельзя много говорить плохой, неплохой, но такая ситуация. Так сложилось, понимаете? Конечно, много пошло талантливых людей, и Жванецкий, и тот же Патон. Я много могу рассказывать, то есть много ушло очень хороших людей, и о тех, как многих не знаете. Но главное все равно, что этот год прошел, получили какую-то информацию, и теперь мы живем в Новом Году. И я считаю, что в любом случае нужно все-таки положительно, больше думать положительно, меньше вас будут пытаться вырвать на какую-то отрицалу. И не заживайтесь. Это бессмысленно. Не кормите вампиров. Понимаете, легче уйти от проблемы, просто уйти в сторону, как хотите. У меня была история, я помню. Я пытался, пытался не спасти одну картину. Я и так, и так, все сделал. Вдруг прибегает человек, который наехал на меня, мы тебя из картины выбрасываем, все, пошел к нам. А я каскадером тогда работал, ну как, я был постановщик трюков, и я разрабатывал трюки. Это не так-то просто было. Это в советское время нужно было написать так, как там, идет бой. Что значит идет бой? И так написали, и какие-то деньги под это взяли. А я пишу, что в связи с художественностью, достоверностью, то есть это исторической достоверностью, художественной необходимостью, нужно, то самое, данные трюки, разработанные трюки, отдельно финансировать, и спрошу с метод, ра-та-та. И я расписывал все эти трюки. То, что бой нужно расписать. И потом это еще утверждал. И я пытался здесь, в этой картине, пытался это все утвердить, пытался все время меня сбивать. И прибежал человек, который, я вижу, что он собирается меня избивать, убивать там все. Я на него посмотрел, говорю, ну я же говорю, да, пошел ты нахер. Забирай картину. Забирай. Я ухожу. Я так тебе благодарен, так благодарен, что ты мне показал, что у меня другая профессия. Я артист. Я буду выходить на съемочную площадку, а ты будешь вместо меня прыгать на асфальт. Ты не захотел? Хорошо. Говорю, забирай. И на этой картине там половина чуть не поубивалась, но это другая история. Так вот ситуация в том, что я сказал, хотите, пожалуйста. И я с того момента он сказал, нет, и ушел с каскадерства. Не хотите, не надо. Я устал, я устал доказывать, что я хочу как лучше. Я развернулся и ушел. Закончилось это тем, что я сказал до свидания. Потом у меня была очень смешная история. Я, когда после этого была, у нас была такая тарификация, союзная тарификация каскадеров, я пришел на эту тарификацию. У меня было тогда уже, не помню, не 70, не 70 картин, у меня было где-то, ну 50. Где-то 50 с чем-то картин у меня было. Тогда уже люди, которые сидели в этой комиссии, я с ними проработал, не знаю, но минимум от 10 до 20 картин с каждым из них проработал. Они меня хорошо знали, я многому, я их научил, многому они меня научили. Я приходил как дурак, как должен был объяснять. Как работать с Алибарда? Я смотрю, говорю, но понимаешь, Алиах, в картине «Последняя любовь до Джоана» я тебя обучал, как работать с Алибарда. Так Алибарда, можно вот так вот? Тебе рассказывать или нет? Спасибо, не надо. Это хорошо. Какие-то там виды падения. Я на них смотрю. Ребята, я с вами вместе прыгал с 15 метров. Ну, это глупость была. Ну, я и сдал. Я сдал, все отлично. Но, после этого они должны выдавать удостоверение, что я являюсь постановщиком трюка. Они половину пацанов привели, а половину пацанов из них ключицы ломали на этой тарификации, руки растянули. В общем, там такие все были, перебютованные ходили. И это самое. И им дают, им с поломанными ключицами дают, что они имеют право быть постановщиком трюком, хотя они год только пришли в кино. Год, еще раз говорю, не два даже, год в кино. А я уже работал с 78-го года, тарификация была в 85-м году. Ну, вот посчитайте. Вот. Я уже сколько проработал? 15 лет, там где-то. Более 15 лет в кино. И я получаю только бумажку такую, что я имею право быть, каскадеров под руководством вот этого чувака с поломанной ключицей. Я сказал, что, ребята, я сказал, я актер и ушел. Ровно через неделю мы снимаем «Остров сокровищ». И нужно снимать вот эту первую драку. Я прихожу, и при воде приходят эти постановщики, трюковки, пацанва вот это все приходят. я на них смотрю и сижу. Мне кричит Давид Черкасский, Андриенко, давайте работать. Я говорю, я не имею права, у меня только бумажка, что я под руководством этих пацанов должен работать. Ну, Давид Сеянович у нас на слова был очень яркий, смачный. Он так мне сказал, Виктор, если вы, то я... Я говорю, хорошо. И вот эту первую драку, которую вы видите в начале «Остров сокровища», я поставил. А в кадре работают постановщики, трюк, ребята. Они хорошие ребята, я с ними очень много проработал. Я не хочу кого-то обидеть, кого-то назвать, кого-то не назвать. Еще раз говорю, вот вам как маленький пример. От того, что отрицательное, стало положительным. И я вошел в историю как постановщик вот этой сцены. Понимаете? Только потому, что я был тихо, был послан. Вопросов нет. Поэтому еще раз говорю, плохое всегда делает положительное. С тех пор, я перестал каскадерить, я могу в кадре еще что-то сделать, когда меня там режиссер просит. Но как бы режиссеры, они максимально пытаются не рисковать, потому что если со мной что-то произойдет, ну, хотя у меня в большой разнице была история, когда нужно было выпрыгнуть. Там написано, профессор рвет там бумаги, сходит с ума и выпрыгивает в окно. Я подхожу, а там окно запитое. Я говорю, а как я отсюда выпрыгну? Я говорю, зову художника, говорю, Витя, знаешь, я должен выпрыгнуть из окна? Он говорит, да, а ты же не читал сценарий, как я выпрыгну? Ой, говорит, Витя, я взял эту декорацию на один час, я должен ее вернуть. Говорит, мы не можем ломать окно. Говорит, смотри, вот там есть дырка, стекло, вытянет, там дырка такая, как телевизор, такой большого вояк, но такое, знаете, английский, замка такой. И вот говорю, вот эту вот дырочку сделай мне 50, 50, 50, я попробую через нее прыгнуть. Только положи мне что-то вниз туда, там более, ну там 2 метра где-то высота была. Говорю, ну а что положить? Ну давай вот этот матрас, мы на нем уже отснялись, там, давай его туда, матрас из-под кровати. Он положил этот матрас, вот этот такой, классический итальянский. И я вот в эту дырочку, я не спросил, а Дима Диченко, которого вы знаете, о чем говорят мужчины, и так далее, и так далее, вот это все он наснимал, и вот этот, первый, последний богатырь, или первый богатырь, не помню, и так далее, вот кухня, вот это он был режиссер. И он даже не продумал, написано, Андренко выпрыгни, для него это было, так сказать, я выпрыгнул, но чуть-чуть не дотянул, пятками ударился. Я говорю, ну он говорит, давай второй дубль. Второй дубль я так красиво выпрыгнул, что я еще свои ноги увидел, когда уже летел туда, и успел вернуться, еще увидеть, как ноги мои ушли. То есть опыт показал. А Дима, он как бы, очень режиссер, Дима Диченко, он как бы, у него нету такого, браво, там все, он подходит, видите, спасибо. Вот это то, что он пожал руку, и сказал спасибо, он мне там 4 раза в жизни подошел, после работы нашей совместной. Вот это для меня, я понимал, что это оценка труда. Он понял, что я, во-первых, как я спас ситуацию, что я пережил, чтобы это все сделать. То есть иногда старые, знаете, помните, как у Никулина в этом, когда деревья были большими, когда через 20 лет начал работать на станке, он пришел, помнят родные такие, я говорю, помнят родные. Вот такая история. Спасибо тебе огромное, ведь это действительно все интересно, и самое последнее в новом году, что желаешь людям? Так я уже нажилал, я желаю в новом году здоровья, пусть стремитесь к здоровью, меньше думайте о плохом, меньше думайте, что вы заболеете. Раньше, когда не были этих, вас не пугали короной, вы думали, о, наспорт, надо выздороветь. Вы думали, как выздороветь, вы не думали, что наспорт, или грипп, вас загонят в могилу, вы думали, как выздороветь. То есть мы все время внутренне, с положительными своими, эмоциями возбуждали вашу иммунную систему. Думайте точно так, на пове хоть чума. Еще раз говорю, были люди, которые даже чумой в Одессе не заболели, понимаете, потому что, были люди, которые, ну, некогда ему было болеть, он был бендюжник, он пытался, надо кормить семью, и так далее. А их были, а, рафинированные листа, крафт, и так далее. Ну, они быстро ушли. Понимаете, я не говорю, что это панацея, но просто хотя бы это, там, 50% выздоровления, это то, что ты вот думал, что ты думаешь о добром, ты думаешь о положительном, поэтому думайте больше о добром, о положительном. Как говорил один человек, добрые вибрации души. Ну, а я от своего и от вашего во имени хочу поблагодарить Виктора Андриенко за прекраснейшее интервью и хочу поздравить вас с наступившим 2021 годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова